Продолжение следует... 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 Соответственно, там надо распределить по частным садикам. То есть полутора лет можно уже прийти к вашему Микки Маусу. Где вы находитесь? Как вас найти? Мы находимся за речным училищем, город Якутск, Губина, 5, 2. Ну что ж, я думаю, что многим телезрителям стало любопытно этой информацией. В полтора года уже можно отдать своего ребенка детский центр Микки Маус. Итак, мы детский центр нашли, ребенка туда отвели. И до вечера еще куча времени. Чем же заняться? Как потратить это время? Конечно же, на себя любимую. Я отправляюсь в тренажерный зал, ведь купальный сезон уже на носу. Нужно подготовиться к нему основательно. И, кстати говоря, этого же мнения придерживается и наша знакомая Валентина Мишкина. Я даже, наверное, зря встала, нужно обратно присесть, потому что Валентина в то же время является руководителем спортивного клуба «Спарта». Валентина, вот для многих телезрителей, наверное, непонятно вот эта вот связь, да, детский центр и спортивный клуб «Спарта». Какая связь? Надо начать, наверное, с семьи. У нас глава семьи, Геннадёров Александр Александрович, президент Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга, да. Как человек первый в нашей республике, который развивает данные виды спорта, ему необходима была база, чтобы подготовить спортсменов. И, соответственно, мы занялись этим, клубом «Спарта», да, нашли вот это место для работы именно над подготовкой спортсменами. Ну, мы знаем, что «Спарта» – это древнейший, да, старейший, да, спортивный клуб нашего города. Когда он был основан? Так. С 70-х годов. Нет, нет, сейчас начну. «Спарта» была создана в 1969 году. В 1969 году. А у нас в республике есть великий человек, Суровецкий Аскольд Евгеньевич. Это у нас основатель. Он, по его рассказам, с детства занимался спортом. Он аж занимался 22-мя видами спорта. И, соответственно, к данному виду спорта он подошел очень тщательно, выбирая, да, и уже окончив инженерно-технический факультет, он начинает собирать группу людей, которые занимаются культуризмом именно. Культуризм – это в данное время бодибилдинг. Бодибилдинг, да. И вот он собирает народ, и они начинаются заниматься. Но в это время, да, у нас в стране, в Советском Союзе, это культуризм соответствовал, как, знаете, происке капитализма. Нельзя было заниматься культуризмом. И вот в течение вот четырех лет они занимаются в подпольях, чтобы никто не знал, да. И вот, наконец-то, в 1969 году у нас культуризм в России начинает иметь уже официальный вид спорта как. И можно было в открытой этим заниматься, да. Да, и вот так вот у нас «Спарта» появилась. Ну, существует стереотип, что «Спарта» – это брутальное место. Там нет места для девушки. Это так или нет? Ну, я считаю, брутальность – это, наоборот, положительный фактор для спортсмена, для того человека, который хочет чего-то добиться, да. У нас действительно ходят очень серьезные люди, которые добиваются великих результатов спортивных, да. И люди приходят именно на результат. Когда приходишь в «Спарту», там нету человека, который в телефоне сидит, допустим, да. Они все занимаются. И почему-то говорят, что девушки не ходят, а там очень много девушек. У нас есть мастера спорта, у нас есть кандидат, у нас очень много девушек ходит. То есть, ага, ломаем стереотипы и переходим все в «Спарту». Мне кажется, это только плюс это. Ну, я знаю, что «Спарта» недавно обновилась, да. Расскажите, каким образом? Так, ну, «Спарту» мы немножко обновляем. Ну, как бы мы идем изначально как на подготовку спортсменов, да. А чтобы поддержать спортсменов, мы должны как бы финансово тоже немножко поддержать, да. Поэтому у нас идет обновление потихоньку, да, немножко, да. Мы обновили там, купили 3-4 тренажера новых. И там поменяем немножко ремонт потихоньку. Ну, то есть «Спарта» она живет, она дышит, не умерла, как многие говорят, да. Нет, 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 она нам процветает. Она процветает, действительно. К нам пришел тренер из этого клуба «Спарта». Игорь, можно вас, да? Вот какие есть специальные эффективные упражнения для того, чтобы похудеть? Очень актуально. Весна, купальный сезон. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь, ну, естественно, следить за питанием. Следить за питанием этого. Ну, процентов 80. От питания зависит? Да, конечно, естественно, от питания. Вот. А какие упражнения все-таки? Упражнения. Упражнения каждого индивидуальные. То есть тренер не дает, вот, есть база, есть база. Какие базовые? Вот, давайте сразу сейчас покажем, да? Базовые упражнения, вот, ну, давайте начнем с приседа этого. Одно из базовых упражнений, то есть, вот, постановка ног на уровне плеч. На уровне плеч, да? Да, вот. Носки в стороны. Носки в стороны. Ага. Начинаем движение с колен. Ага. Спина при этом ровная. Лопатки сведены. Ага. Вот. Ну, это без веса, вот. И... И присаживаемся. Таким образом, да. Колени идут в стороны носков, таз назад. То есть, получается, коленки не должны выглядывать за носки, да? Да, да. Это именно правило технических безопасностей. Спина при этом остается ровной, да? Да, да. Абсолютно верно. Таким образом, что мы, чего мы добиваемся? Какие мышцы работают? Работают ягодичные мышцы, мышцы ног. И спина, наверное. Ну, в основном акцент идет на ягодичные мышцы и мышцы ног. Ага. Ну, и еще женское, чисто женское упражнение какое может? Вы это до эфира мне показывали, вот, для груди, да? Да. Ну, это не женское упражнение, а для всех спортсменов подходит. Укрепление связочных и сухожилий. Какое вот? Такое вот, да? Да. Это вот называется статическое упражнение для грудных мышц. Таким вот образом. То есть акцент делаем на грудные мышцы, да. Локти в стороны, да. Вот таким образом. И сколько нужно по времени так сказать? По времени около двух минут, да. А, но при этом надо давить, да? Да, именно усилие. Усилие, тем самым делаем 3-4 подхода. 3-4 подхода по 2 минуты, получается? Да, перед этим минута отдыха. Что ж, Игорь, Валентина, Яна, я благодарю вас за участие в нашей утренней. В нашей дневной программе я постоянно говорю об этом проспекту Весна, за то, что прогулялись вместе с нами. Сейчас мы удалимся на короткую рекламную паузу, а через мгновение узнаем, как готовить правильные шашлыки. Не переключайтесь. А наша прогулка по проспекту Весна продолжается. На улице погода разгулялась, можно подольше погулять, проводить время на свежем воздухе и прогуливаться с домашними любимцами. Вот сейчас я прогуливаюсь с Натальей Харенко и Агатой Винокуровой с красивыми белыми собачками. Пока собачки гуляют, наш друг уже Вага Сагаманян готов угостить вкусными шашлыками. Здравствуйте. Здравствуйте, Вага. Здравствуйте, Анжела. Скажите, пожалуйста, вот ваше шашлычное два брата, что может предложить телезрителям? Наш шашлычное два брата предлагает вот введать шашлыки из свинины, из шеи, из свиной шеи. Ну я вот вижу еще вот кусочки хлеба. Также у нас в меню есть люля-кебаб и шашлык из свиных ребрышек. Вот это вот как раз люля-кебаб, да? Да, люля-кебаб, и здесь указаны ребрышки, да? Ага, хлебушек туда входит, овощи. Набор входит, грудцы, помидоры нарезка, кетчуп, майонез, хлеб на 5-6 см. И даже жвачка. И даже жвачка. Здорово, и зубочистки. Сколько весит вот этот один набор? Набор большой весит полтора килограмма. Также у нас есть маленький набор на 3-4 персоны весом килограмм. Ага, то есть можно варьировать. А можно больше, чем полутора килограмма? Да, можем добавлять, как бы, ну за один уплату, да. Ага. Просто дополнять. Сколько весит стандартный набор, вот полтора килограмма? Да, полтора килограмма. Это в готовом виде. Сколько стоит? Стоит, например, набор ассорти стоит 1249 рублей, а большой набор из свинины 1349. А какое мясо вы используете для шашлыков? Мы используем мясо из свиной шеи. Только свинина? Так как, да. Да, только свинина. Ага. Может быть, у вас в планах есть шашлыки из баранины делать или из курицы? Это мы планируем летом делать, так как барана летом намного вкуснее получается, оно не замороженное. Да, не замороженное мясо, мы закупаем свежую тушу и сразу же ее... То есть нужно подождать месяц еще, и в июне мы можем закончиться. Ну вот, да, мы где-то с мая планируем уже попробовать, ну, продавать баранину. Сколько по времени замачивается ваш шашлык в маринаде? Одни сутки достаточно, чтобы мясо впиталось, и его уже можно пожарить. И как вы готовите его? Мы готовим исключительно на дровах, так как из него получается намного вкуснее и ароматнее. А дрова какие вот, какого дерева вы используете? Лиственницу. Лиственницу, да. Другие нежелательно использовать, так как от него аромат намного такой, острый аромат дает и вкуснее получается. А вот, допустим, вот наши телезрители сейчас сами захотят, да, поехать, но слюнки текут, весна гуляет, и хочется выехать на природу и приготовить шашлык, да. Но пользуются же многие вот розжигом, да, вы пользуетесь, и это как-то влияет на вкус? Да, это влияет на вкус, так как может этот запах из розжига передаваться шашлыку, поэтому мы используем только спички или зажигание. Ну, то есть традиционный способ, да? Да. А рецепт вы, конечно, не скажете, да? Нет, рецепт не можем сказать, так как это уже секрет фирмы, да. И, наверное, вот как бы, может быть, даже из поколения в поколение, возможно, да, рецепт? Да, семейный рецепт. Как вас найти, как же заказать шашлыки в шашлычные два брата? Мы есть в Инстаграме, достаточно вести в поисковике мощный шашлык якутский, и вы выйдете на нашу страничку. Там мы выкладываем фотографии, процесс приготовления, там есть отдельная страничка по меню нашей фирмы, а также можно позвонить по номеру 250923, вы попадете сразу ко мне на линию, я вас обслужу. Ожидание в течение часа, полтора часа, иногда ожидание подольше, это выходные дни. Выходные дни, то есть я, допустим, сейчас заказала, то в будний день через час придет? Да, ну это еще зависит от того, смотря куда, например, у нас. Адель. Да, у нас бывают отдаленный район, и там, конечно же, ожидание подольше. Ага. Давайте напомним адрес в Инстаграме, как мы должны набрать шашлык? Мощный шашлык в Якутске. Мощный. Мощный шашлык в Якутске. Что ж, обязательно мы закажем ваши шашлыки, чтобы полакомиться. Приближаются майские праздники, грех, грех не заказать ваши шашлыки. Ну, я вот вижу, да, Есения так на нас смотрит, явно она хочет покушать шашлыки. Вот скажите, пожалуйста, да, Кайре и Есении можно угостить шашлычком или нет? Ну, вы знаете, у нас очень модная порода, и они у нас на правильном питании, скажем так. То есть ни в коем случае свинину, жирное мясо нельзя, но в небольших количествах можно, конечно, нежирную говядину. Но в основном мы кушаем специальные корма, потому что эта порода требует определенного ухода. Ну, вот порода называется West Highland White Terrier. Кайре, такая очень длинная, длинное название этой породы, да. Скажите, вот расскажите о породе в целом, да, и какой характер у Кайры и Есении? Ага, так. Что за порода такая? Откуда она взялась? Это порода из Шотландии. Из Шотландии, да? Угу. Ага. А какой характер у Кайры? Ну, она такая, любит поиграть. Веселая, да? Да. Смелая она? Ну, сама-то смелая, вот если что-нибудь... А дружелюбная? Да, дружелюбная. Ну, с Есенией они знакомы были или вот сегодня вот состоялся дебют знакомства? Нет, у нас есть целый клуб собаководства, мы очень часто пересекаемся все вместе, то есть все вестики якутско знакомы друг с другом потенциально, да. И хозяева тоже. Ну, они совершенно разные девочки. Кайра у нас недавно стала мамой. А? Да. Она у нас родила трех щеночков. Есения сделала это три года назад, получается. У нас тоже три дочери. Вот. Мы немножко старше, у нас был недавно юбилей, нам пять лет исполнилось, 19 апреля. Вот. Но они очень разные. Есения более спокойная, Кайра более взрывная, эмоциональная. Но это может быть потому, что младше, да? Это потому, что разные хозяева. То есть, как правило, собака, Вест, она полностью копирует своего хозяина. Поведение хозяина, да? Как губка впитывает все. То есть, вот, видимо, это мое отражение, а это Агаты. Ну, Агаты, потому что ребенок, и поэтому такая же веселая и подвижная, да? Да. А вообще, вот, я слышала такое, что Вестиков можно заводить тем людям, которые страдают аллергией. Это так? Да, абсолютно точно. Не вызывает их шерсть аллергических реакций у людей. Но здесь надо быть тоже все равно предельно аккуратными, потому что у самих собак бывает от неправильной пищи, от неправильного питания, аллергия. Поэтому мы следим за питанием и стараемся есть все правильное. А сложен ли уход за ними? Все-таки белая шерсть тоже, опять же. Как часто моется Кайра? Да, ну, как часто моется? Ну, мы иногда лапы моем, вот сейчас, когда лужа, а так мы моемся, когда она испачкается сильно. То есть, в принципе, она не нуждается в частном мытии, да? Ну, вообще, на самом деле, многие не рекомендуют мыть их вообще и предпочитают сухую чистку. Да. То есть, такой вариант возможен, конечно, но мы все-таки придерживаемся того, что нужно купаться, и мы это очень любим. Мы любим принимать ванны, мы любим принимать душ, мы любим сушиться феном, делать укладки. То есть, ей это доставляет удовольствие, поэтому мы себе не отказываем в этой радости. Ну, раз в неделю точно, а лапы по мере загрязнения, ну, два-три раза в день иногда даже бывает в дождливую погоду. Ну, допустим, наши телезрители сейчас смотрят и думают, зачем заводить такую собачку маленького размера, да? Нужно большую, чтобы она могла охранять, сторожить или быть охотницей, да? Вот вестики в этом плане не могут справиться с этой дорогой? Ну, вестики вообще изначально, это охотничья же собака, да? Также их в Шотландии вывели, они были не белого цвета, они были чепрачные, похожие на лис издалека, вот. И охотились как раз на всех грызунов, то есть это норные, по сути дела, животные охотницы. Ну, постепенно, конечно, собака приобретала все более и более человеческие черты, сейчас практически не берут их на охоту. Хотя устраиваются состязания для подобного рода собак, они также продолжают на грызунов охотиться, на лис, то есть могут это делать. А вашего-то они могут? Или этому надо учить? Нашим, я думаю, это не очень понравится эта затея. Ну, допустим, Кайра, она бегает за мышками, за белками, наверное, да? Да, она очень любит белок гонять. А мы птичек гоняем. Да, она, кстати, тоже птичка гоняем. Если возле дома увидит, все. А легко ли они подаются дрессировке? Да, вполне. А что они могут сейчас нам показать? Ну, вот сейчас я не знаю, насколько это будет, как бы, по нраву нашим девочкам, они... То есть все по настроению? Да, все по настроению. Ну, лапку дают все, да? Кайра тоже дает лапку, да? Кайра, дай лапку, Кайра. Дай лапку. Сейчас очень много нового, да, рассредоточено внимание, поэтому они могут не захотеть этого делать. Ага. Ну, и напоследок, да, вот я вот слышала, в прошлый раз, точнее, вот к нам в студию приходили щенки Акитоина. Маленькие щенята, 3 месяца, они разволновались, и тут прямо в студию у нас покакали, да? Ой, Дина, как ты. Сейчас весной мы выходим на улицу, все тает, и сейчас вот видишь вот эти вот собачьи какушки, да? Вы с этим вот как вот, вы убираете за своими собачками или нет? Если убираете, то как вы это делаете? Как вообще правильно нужно делать? Нет, ну, конечно, в любом случае, ни в коем разе нельзя допускать ситуацию, когда дети и собаки гуляют в одних и тех же местах. То есть детские площадки – это табу. То есть мы туда стараемся даже не заходить. Но я так полагаю, что эта практика уже прижилась у нас в городе Якутске, и это делают практически все собачники. А где нужно гулять тогда? В специально отведенных местах, но у нас таких, к сожалению, нет. Поэтому, конечно, есть люди, которые ищут варианты за гаражами, за дворами, туда, куда не ходят дети. Но самый идеальный вариант – это все-таки с пакетиком гулять, и собака не должна выбирать место, где это сделать, она это должна делать в любом месте, но тут же хозяин должен это все убрать за собой. К сожалению, такой человек в моей практике только один из моих знакомых, кто так делает. Но, конечно, я думаю, что со временем мы наконец-то поймем, что это необходимо. Ага, ты выходишь выгулять с Кайрой с пакетиком, да? Мне до эфира говорила, что обязательно с пакетиком. Не стесняешься, не брезгуешь и сразу убираешь. А потом куда выкидываешь? Просто на помойку. На помойку в урну, конечно, запаковываешь и попрасываешь. Ну что ж, огромное спасибо за совместную прогулку. Было очень приятно познакомиться с девочками. Кайра и Есения действительно очень забавные, веселые. И если вам будет грустно, то эти собачки действительно украсят и... И что делают? Делают нашу жизнь ярче. Делают нашу жизнь ярче, действительно. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. А с моими коллегами вы встретитесь завтра на этом же месте, в это же время. И не забудьте наш адрес Проспект Весна. Субтитры подогнал «Симон»